В последние годы во всем мире девушки стремятся к красоте, изображенной на страницах глянцевых журналов. Но иногда красота настолько естественна, что достаточно немного постараться, чтобы стать обладательницей титула конкурса красоты. Нина Демогла, уроженка Камрата, смогла не раз показать свой ум и красоту на конкурсах красоты, где завоевывала призовые места. О последних достижениях Нины узнаете из репортажа Марии Дегтяренко. Многие девушки мечтают попасть на страницы модных глянцевых журналов и готовы для этого сделать все возможное, лишь бы быть на первой странице. По примеру знаменитых красавиц, актрис и певиц, юные девушки готовы сидеть часами в спортзале, проводить много времени в салонах красоты и соблюдать жесткие диеты. Одним словом, делать все возможное, чтобы соответствовать эталону красоты. В Гагаузи одной из таких девушек смогла стать Нина Демогла, которая не просто попала на страницы глянцевого журнала, но также стала лицом компании. Нина Демогла красивая молодая девушка, которая знакома многим в Грузии, ведь Нина является председателем молодежного правительства в Грузии. Она не раз участвовала в конкурсах красоты, поэтому конкурс нескорона был несложным очередным испытанием для нее. То есть там были условия конкурса такие, что нужно было собрать 30 этикеток от шоколада Корона и сдать их. Тем самым после этого мы попадали в четверть финала. То есть там уже было потом, второй этап, это был интернет-голосование. Так как мое утро начинается с кусочка шоколада, всегда и чашки кофе, собрать 30 этикеток там за полтора месяца для меня вообще не составило труда, потому что я плюс еще очень такая сладкоежка. Но я собрала эти этикетки, пошла, сдала, плюс еще я получила подарки за это и вошла в четверть финал. После этого было интернет-голосование, куда очень активно включились все мои земляки, все мои друзья, все ребята. После интернет-голосования Нина смогла попасть в финал конкурса, где жюри, создавшие представители компании «Проводьяхи Шоколад», а также представители молдавского женского журнала и рекламного агентства оценили ее по достоинствам. Но сама Нина, ты мне то что не ожидала, что победа за Станинской именно ей. Ну, для меня, так как я еще и провожу конкурс красоты, то есть для меня конкурс красоты – это своеобразное приключение, это всегда. Мне просто интересно в первую очередь, во-первых. Во-вторых, когда ты уже подал заявку и принял, сдал, подал заявку на участие, там девушки, девушек приводили в порядок, можно так сказать, лучшие стилисты Молдовы, то есть это была студия Горбачева, и после этого делали всем бесплатную фотосессию, очень хорошая фотостудия. И то есть меня это привлекло, мне показалось, опять же, это очень интересным, и почему бы не принять участие, если есть такая возможность. И когда я шла на финал, я почему-то знала, что я не выиграю, и тоже успокаивала себя, что решение жюри – это всего лишь субъективно, и какое бы ни было там решение, я смирилась с тем, что я с этим смирюсь. Выиграть, конечно, я не ожидала. Самым забавным фактом в этом конкурсе именно Димова считает, что в финале ей пришлось соревноваться с своей хорошей подругой и коллегой по университетам, но она считает, что их дружба тут или не пострадала. Ой, это уже отдельная история. На самом деле так получилось, чего я очень сильно боялась, то и получилось. То есть так получилось, что вот девушка Олеся, которая стала шоколадной принцессой, она со мной учится в одной академии, мы с ней учимся в одной группе. Более того, мы с ней практически лучшие подруги в группе. И так получилось, что она подала заявку, вошла в финал, и я подала заявку, вошла в финал. И я очень, я, во-первых, очень боялась оказаться с ней в финале, и более того, между нами там жюри, я, насколько знаю, они совещались, наверное, около полутора часа. А после этого нас вдвоем с Олесей, они позвали, там, значит, было, финал проходил в том плане, что было уже интервью. Нам задавали разные провокационные вопросы, то есть уже было мало быть просто симпатичной, хорошенькой девочкой. Нужно было уже там какие-то свои интеллектуальные качества проявить, свое ораторское искусство, держать себя перед камерами. И вот они совещались где-то полтора часа, и после этого нас с Олесей опять позвали, и снова нас заваливали провокационными вопросами. И уже, когда нас позвали повторно, мы поняли, что выбирают между нами двумя. И то есть совещание длилось, я не знаю, наверное, около пяти часов. И то есть в конце, когда объявили меня, то есть больше всего вот я боялась, чего я боялась, так оно и получилось. Мы вдвоем оказались с ней в финале, то есть мы взрослые люди, и ей вручили специальный титул «Шоколадная принцесса». То есть она не попала там на обложку журнала, вот у нее интервью отдельное тоже. Нет, я думаю, что не пострадала. Я буду именно организатором конкурса красоты под названием «Мисс Гагаузи». И я считаю, что у нас очень много достойных девушек, именно благодаря которым, благодаря этим конкурсам, девушки проявляют себя в будущем, вот, то есть в жизни. То есть я считаю, что я рассматриваю конкурс красоты не просто как конкурс красивых девушек, а под конкурсом красоты я подразумеваю это, я рассматриваю это как вид спорта. Всегда говорю, всем говорила, что абсолютно в каждой женщине, в любой женщине я смогу найти ту изюминку, вот, которой она обладает и которой она затмит всех. То есть я считаю, что каждая женщина по-своему красива. И насколько ей тяжело или легко в жизни, то это уже зависит от самой женщины. То есть каждый строит себе свою жизнь так, как он считает. А женщин, я думаю, что некрасивых женщин не бывает, тем более в Гагаузи. На каждой женщине приятно получать комплименты. Мне даже приятно, я не скрою, что я победила в этом конкурсе. То есть особо я была в шоке, когда я в одно утро там в Кишиневе вышла и увидела, что 70% билбордов города увешаны моим изображением. И когда мне все звонят там с Гагаузи, поздравляют, и говорят, что им очень приятно, что их землячка победила, конечно, мне приятно, мне гордо. Я, например, планирую. У нас были предварительные договоренности, что будут совместно реализованы благотворительные проекты. Я очень этого хочу, я очень буду настаивать на этом, чтобы это было реализовано именно в Гагаузи. В конкурсе «Низкорона» привлечется около 300 девушек из всей Молдовы. Конкурс проводился компанией-производителя «Шоколада».